приветствовать давно не делал видео вопрос теперь делаю видео вопрос знаете смотрите я задаю вам вопрос вы соответственно в комментариях напишите ваши ответы вопрос довольно простой как вы считаете какая часть тех людей которые в результате войны выехали за границу опять виде беженцев те которые там еще до войны там останутся а какая часть вернется ну можете взять процент можете приблизительно то есть тут понимаете мы не ставим цель что вы там посчитали до единственного но пока вы будете думать я выскажу свое мнение ну вы знаете я всегда говорил еще раз говорю везде хорошо одинаково с моей точки зрения то обстоятельства что ну результате войны большое количество украинцев попал за границу посмотрела европу это хорошо плохо что война это давайте война и все плохо но вы же не хуже меня понимаете что большое количество украинцев никогда за границей не было да ну вопросы которые делали так мало того вы не хуже меня знаете что большое количество украинцев даже которое было за границей это было как бы сказать не совсем за границей почему ну некоторые что называется приезжали там на заработки приезжали полулегально потом их выгоняли так другие что называется вот я был за границей где он был а я вот на базар приехал вот такие были то есть это не совсем а тут получилось что люди попали за границу и вот уже какой месяц живут обращаю ваше внимание согласно официальных данных это не мои будете зайти на сайт на вот пограничной службы знаете эти пожалуйста не они они если обратили внимание они там каждый фактически еженедельно показывают сколько уехала приехал только не рассказывать что это неправда это четкая информация потому что вы сами понимаете человек приезжает показывает паспорт выезжает показывает паспорт тут уже ну сложно что-то такое придумать то что нелегально там не так вот выпас ну просто посмотрите чтобы пожарить что это я приду мне вот официально статистика да сейчас больше проезжать ну сальдо выехал въехал не он уж понимать что есть некоторые которые ездят там для левачка поехали приходит да но больше приезжать ну там можете почитать некоторые приводили что сначала уехала там 9 миллионов 3 вернулись потом некоторые нет уехала 6 миллионов 3 вернулись честно говоря ребята я запутался понимаете вот я забыл потому что если смотреть на сайте от пограничной службы на сегодняшний момент если взять сальдо уехала приехал получается что в общей сложности две целых два десятых миллиона украинцев не вернулись чисто статистика но опять же тут начну решение так считал это смотри все молчу молчу уже надоело честно говоря показываешь цифру возмущает не показываю учиться да нет 2 миллиона так не спорю то есть грубо говоря сейчас где-то 2 миллиона не вернулись давайте так сказать не вернулись вот мы с точки зрения что от тогда началась война там 6 миллиона точную там если посчитать получилось где-то почти 7 уехала из их ну часть вернулась но часть не вернулась но вопрос следующий а с этих сколько вернуться ну смотрите я так понимаю что ну и почему вернусь пособи перестали платить или на урезали потому что вначале лишь помните было довольно в начале было много там и всяких пособий различных там условий то есть понятное дело что в начале когда началась война многие страны мира европейская страна нам помогать спорить не буду а потом естественно начали ну как урезать потому что вы понимаете к ситуации за счет своего госбюджета финансировали плюс ко всему тоже не тайно что какая-то часть людей попала в европу потом перекочевала кто в сша кто в канаду кто еще куда-то тоже такой есть спорить не буду по этой причине здесь конечно эти 2 миллиона в европе скорее все там что-то и в америке тогда же такой статистики нет я думаю есть потому что помните каждый смотрит где лучше потом она слышит что некоторые страны вообще прекратить или платить пособие но их тоже можно немножко понять потому что нового одно дело в месяц два-три ну бюджет же не резина хотя опять же вы наверно слышали что польши действительно ну там насколько я понял даже не скажу урезали упорядочили нужно понимаете что произошло в начале конечно как бы всем всем а потом на каком-то этапе ну возник вопрос ребята но если у вас есть деньги зачем мы должны вообще платить пособие потому что некоторые немножко разошлись там мало то что давай той 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 третий получается стоп 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 как вы говорите что вам не за что есть и тот же самый момент вы хотите чтобы нет не хостеля гостиницы номер потом вы собрались летом поехать отдохнуть вот немножко знаете беженцы немножко специфически я понимаю что в этом случае действительно порезали порезай но я мы с чем завершая смотрите понимаете как это логично что всегда есть миф там лучше у нас хуже причем я вам скажу так это всех странах мира абсолютно не не поверите классический пример классический вы наверно слышали такую шамбала слышали о ямалаях есть некая страна шамбала такая великая могущественно умная но вы догадываетесь что есть масса людей которые проживают сша в европе может вы сможете в украине которые хотели посетить это шамбала хотели ну да да шамбала ну с точки зрения вот всех рассказов и информации она находится там где территория царство бутан там находим там гималай это шамбала но как вы догадываетесь да 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 некоторые там туристическое агентство этим даже спирить подспекулирует и естественно люди прилетают бутан скорость и самое смешное что когда вы жители бутанца спрошите про шамбала говорит а шамбала есть а если попросить показать на карте он покажет это все иные штаты америки вот в бутане шамбала и называют союзные штаты америки ну что в ихнем представлении вот настоящий а в горах нет там чтобы правильно там есть ну целые массивы монастырей можно и назвать шамбала не себя так немножко не называют абсолютно это уже немножко литературно да там монастыри мало то там есть монастыри и действительно живут люди которые но слабо общаются с цивилизованным миром сказать что там что-то крутое но перри грязь антисанитария ужасная потом какие-то бредовые обряды которые ты смотришь думаешь божество какое-то какая-то никакой там не магии ничего нет ну может что-то не там читает но выше языка их не сам не знаю такой а для жителей бутана сша шамбала на челизор смотрели нет там между прочим будете смеяться в бутане хорошая мобильная связь да не удивляйтесь так что вот это вот эйфория вот там хорошо где нас нет это есть 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 так что здесь еще какая ситуация опять же не могу сказать про всех но как вы догадываетесь какая-то часть моих знакомых было за границей вернулась по ряду обстоятельств кто-то раньше кто-то позже кто-то остался и вот то самое интересное их тихий тихий рассказ не ну есть конечно люди которые так мы были а есть такие мои знакомы которые никогда за границей не были и когда они начинают рассказывать вот тут ты не понимаешь да да и к посмотрели очень много мифов ребят очень много мифов не знаю кто ну тем более понимаете какая ситуация много разум объяснил смотрите редактор дает задание надо сделать пасквиль про украину ничего лично тебя за это платят ты ж не просто редактор хозяин же для чего надо показать что в украине плохо а типа и почему плохо власть плохая так дальше показать что в европе хорошо что делает редактор надо мульку значит делаем так показываем что цены в украине выше чем больше ребята еще раз говорю вот это чистейший фейк ну просто за это деньги что они делают они берут цены на уцененные товары ну в любом магазине есть сравнивать с ценами в украине на качестве товара какие у вас высокие цены или что самое смешное разной упаковки килограмм 200 грамм или еще и похлеще ну там на упаковке написано к примеру то что про послушное масло там написано четко что будет или написано 25 процентов подсолнечного масла остальное там не подсолнечное масло ну поймите вы наконец-то это было заказняк за это заплатили вы догадываете кто заплатил но кому нужно паскаль на руководство ну вы же догадались ну по этой причине мало того это паскаль разогнали о пропиаре а теперь люди приехали пожирать а где что такие низкие цены украине значительно дешевле а а то ж по вону ну что касается общественного транспорта если кто случайно да 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 но когда свое время даже был такой анекдот я не уверен что он сейчас работает что проезд на метро в париже это одна пара колготок женских опять же говорю не могу сказать я не знаю цены женских колготок цену парижского метро знаю но такая когда-то была была что вот проехал пара колготок не ну общественного транспорта это дорогой сверху вообще дорогая бестолковая жутко ну вот у нас парикмахерский это супер дешево а там дорого и ужас ничего слова ребята ребята ну несколько есть плюс вообще ужас кошмар просто вы знаете то что у нас как бы мы уже мы уже к этому привыкли а там получается ты смотришь на совок чистейший дорого у нас это давно нет они ну как же то у нас да действительно надо додушно похвалить ту же польшу скажем германию и ему про все стран сказать то примеру то что польша в германии точно знаю что если человек человек получил медицинскую страховку и ну сами понимаете беженцы и действительно оказываем медицинскую помощь и тут было очень классно правда теперь когда они узнают сколько она стоит здесь как-то приупал сынская страховка стоит очень дорого очень дорого не не базовая стоит дешево ну как везде ребят ну реклама конечно у нас все бесплатно когда вы начинаете разбираться что то за эту страховку она ничего не стоит ну вы знаете этот трюк для того чтобы она была полноценная чуть-чуть доплатить и чуть-чуть и когда вы говорите стоп 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 мая зарплата такая а это как раз в год не это на 1 месяц к не ну действительно дорогая зараз я ну понимаете вы хотите качественную медицину ну да так и головы где страховку соответственно ну про кофе это деле разговор ну знаете несколько раз вам делал видео где сравнил цену капучино украине дешевле и лучше значительно лучше нет и страны не не спорю есть страны капучино шикарные спорить не буду похвалю италию даже можно албанию похвалить знаете от в алмании тоже кофе хорошие и капучино ни разу не пил а вот примеру франции капучино омерзительное омерзительное просто неплохое омерзительное вот можно прорваться нет ну там есть но я не знаю как можно так мерзко делать капучино ну я не я понимаю что вы скажете франция страна вина не спорю я не спорю я не спорю что там действительно играет роль что если большая часть населения ну потребляет не капучино то в принципе смысл не не спорю это играет в колоссально так что да действительно получила ситуация люди посмотрели оценили мифы некоторые счастлив не я понимаю что какая-то часть украинцев останется это замечательно только замечательно нужно этих поддержку причем действительно очень хорошо когда некоторые ну выучить язык поступят институты или университеты очень хорошо замечательно хотя я так понимаю что некоторые опять же это смешно ну вы сами понимаете что ну уехали и тоже уехали там дети и получилось так что вот моих знакомых ну как будет ребенок сейчас официально как бы закончил школу в украине и соответственно можно поступить польше он очень расстроилась что каться почина до польский язык выучить бедненький и там английский можно там есть можно физки там можно и на русском на украинском нет на украинском тоже но это такая шарашка не там есть институты все где преподавание ведут на украинском языке такая шарашка что диплом вообще никакой ценности не представляет то есть ну ты можешь закончить диплом сразу можешь выбросить его никто не признает вообще ну такой есть есть ну там тоже но как любые шарашки существа а тогда действительно поймите наконец что ехать на заработки за границу выгодно но у нас все таки есть большая разница ну в стоимости рабочей силы и зарплате действительно выгодно заработать там а тратить здесь выгодно заработать там а жить здесь выгодно заработать там отдыхать здесь вырабатывать заработать там а недвижимость купить здесь выработать вы уже поняли а если уже действительно как бы эмигрировать ну это такое решение правильно но требует и затраты времени ну и я бы сказал бы так цели просто поменять страну и ругаться что там высокие цены низкая зарплата с таким же успехом можно остаться в украине потому что вы тут и так постоянно ругаете и олигархов и цены и зарплату ну хоть на украинском языке а так будет ругать это все на небеском легче от этого не станет но еще раз напоминаю мой вопрос как вы считаете сколько украинцев ну который вот беженцам которые попали на территорию европы за границу давать не только за границу результате этих войны не вернуться в украину а ну напишите ваши мне